Здесь видно, что вся крыша по конькам, по индовым, по примыканиям не герметична. То есть попадание света с улицы свидетельствует о том, что примыкание и вся кровля сделана некачественная, и там попадает вода. Залатанная изолентой и светящийся в солнечный день крыша отремонтирована в 2018 году. Сказать, что стало хуже, значит ничего не сказать. Стоил такой ремонт 2 миллиона 600 тысяч рублей. А провел его, по словам жильцов, печально известный подрядчик РСУ-1. У нас была неплохая крыша и не текла. Но после капитального ремонта у нас уже протекает на потолке и стены пятых этажей вода. Трубы водосточные вообще не выполняют свои функции. Вся вода у нас стекает по дому, стены мокнут, фундамент мокнет. Под козырьками крыша у нас, наверное, уже тоже отмокает и разваливается. Под крышей дома 65 по улице Гагарина ходить опасно. Зимой снег, а в остальные сезоны дождь, разрушают дом. Жильцы рассказали, что совсем недавно от него отвалился кусок кирпича и упал рядом с играющими детьми. РСУ-1 провели не только капитальный ремонт крыши. Были отремонтированы трубы горячего и холодного водоснабжения. Стоил такой полтора миллиона рублей. Стоит отметить, что по словам жильцов и он выполнен не идеально. Мы обращались, обращались за помощью в жилой инспекцию, в министерство энергии ТКЖКХ, в прокуратуру Рязанской области, в федеральное косначейство Рязанской области, в губернатор, в правительство. Но везде у нас как бы ответ был такой, что ваши принадлежности все передано и опять все возвращалось у нас куда? В город жилой инспекции. Если раньше, по словам жильцов, жилищная инспекция выступала не на стороне жителей дома, то теперь заняла другую позицию. С ремонтом будут доделывать. А когда? Доделывать. Сейчас досудебная претензия, по-моему, к подрядчику, так как подрядчик добровольно, видимо, отказывается доделывать все дефекты. А что будет? Фонд предъявил досудебную претензию. И в ближайшее время, я думаю, что будут доделаны. Михаил Зайцев из фонда капитального ремонта от комментариев отказался. Хотя, по словам Марины Максимец, с жилищной инспекцией переделывать ремонт придется именно РСУ-1. А переделывать есть что? И это по словам строителя и жителя дома. Листы не прикручены, соответственно, обрешетка не меняна. Пароизоляция в большинстве своем, то есть, по осмите, она должна быть меняться, но в большей части она практически не менялась. Пароизоляция нанесена неправильно, местами она просто, как говорится, отсутствует. Неправильное выведение фановых труб, ограждение по периметру крыши практически не закреплено. Эмиль добавил, что сложно сказать, что вообще сделано правильно. У этого дома богатая история. Раньше на первом этаже была университетская столовая. После ее переделали в квартиры. И вентиляция сюда идет отдельно от всего дома. Но несколько лет назад здесь был пожар. И короба, по словам жильцов, пришли в негодность. В них даже проваливаются голуби. Жительница первого этажа рассказала, что один ходил у нее в навесном потолке. В большинстве своем в доме 65 по улице Гагарина живут пенсионеры. Некоторые бывшие преподаватели вузов города. Пытаясь тщетно достучаться до многих служб города, они решили действовать иначе. Своими силами жители планируют собрать денег на эксперта и адвоката, чтобы добиться ремонта. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.